Привет зрители! Я по-прежнему с рулем Lada X-Ray Cross для вас. Готовлю видео самого разного толка с Яндекса Авто. Обязательно разберемся. Войду прямо в реальном времени. Смотрите, когда будет обзор на X-Ray Cross. Кто-то скажет, что машина, мол, не так интересна. Но, друзья, именно X-Ray Cross впитывает в себя те инновации, те новшества, которые потом мы увидим в модельном ряду Lada для наиболее интересных для меня лично. Lada Vesta. Это все семейство. Очень хорошо. Но X-Ray Cross это полигон, куда внедряются новшества. И надеюсь, что они пойдут по всему модельному ряду. Особенно мне нравится эта шайба. Шайба управления режимами движения. Но, если честно, главных режимов тут два. Это Sport и ESP Off. То есть, кстати, в спорте нельзя... Можно и крутить, но бесполезно. А так можно выбрать любое режим движения. Он, правда, индуцируется или... Не индуцируется, наверное, да. Хотя, не, индикация. Ну да, наверное. Если я, кстати, в русском где-то ошибаюсь, сразу в коммент пишите мне, указывайте на это. Я исправляюсь и буду говорить более правильно, если с вами, конечно, соглашусь. Итак. Индикация режимов работы. Два из них, я считаю, что они преимущественно маркетинговые. Это песок и, соответственно, снежный режим, да. А вот остальные, это Eco, по сути, да, ESC зеленый, да. И Sport вместе с отключением ESP. Это очень интересно. Отличия, кстати, есть. Я вам сейчас очень наглядно продемонстрирую. Я специально для этого заострил внимание на том, чтобы вы поняли, почему эта шайба должна прийти на все автомобили Lada. Ну, наверное, только в вариаторной версии. Там все-таки мощности так много, и можно эту шайбу туда не ставить. Ну, смысла просто нет. Почему показываю? Итак. 1.8, 122 силы. Кто-то говорит, что это мало. Я тоже считаю, что это не так много. Могли бы показать и лучший результат. Например, взять от Vesta Sport движок и по массу. Массово, да. То есть это будет такая версия E, да, для тех, кто хочет. Меньше мощности, больше экономии, возможно. А версия S должна быть от Vesta Sport. Почему? Показываю. Итак. Первая передача. Ну, кстати, машина знает, что включил передачу, повысил оборот холостого хода, хотя тяги 1.8 вполне хватает. Мотор тяговитый. А здесь, смотрите. Раскручиваем мотор до 4 тысяч. Ну, 4 с половиной, давайте сделаем. 4 с половиной тысячи. Вот так. Бросаем. Вы видите, как потушила. Потушила машина трекшном тягу, да. Прям клюнули носом. В 2000 упало. Мол, ищем зацеп. Зацеп. А теперь смотрите, что будет с вариантом спорт. Совершенно другая ситуация. Сейчас подождем. Люди пройдут, они почему-то решают гулять по дороге, да. Не знаю уж, чем вызван такой выбор. Там есть такая дорожка приятная. Ну, а мы приступаем. Дороги для автомобилей, да. Напомню. Есть просто люди, которые считают, что, мол, пешеходам места на дороге нет, друзья. Но, очевидным образом, что гулять нужно в местах для этого отведенных. Теперь посмотрим, что у нас с режимом спорт. Первая передача, да. И смотрите, что происходит. Опять там в 4 тысячи. И она кру... Увидите, что она производит? Не в 2000, да, а получается, вы прямо уходите в отметку, там, 3. И в моменте машина позволяет, да, с ускорением, пробуксовкой устремлять машину вперед. То есть, по большому счету, максимальный разгон в спорт режиме возможен. Реально. То есть, есть действительно большая разница. Прям гражданский режим, машина сразу зажимается. Это что-нибудь дело. А здесь, мол, ты знаешь, что делаешь, давай, я тебе дам больше тяги. Очень правильная и грамотная настройка. Великолепно, я считаю. Ну, когда у Веста Спорт, по большому счету, перенастройка всех этих систем, это режим Веста Спорт, на самом деле, на мой взгляд. Да, позволяет пошалить, позволяет дать приятной тяги. Ну, а теперь давайте к реальным разгонам вернемся. Включаю и активирую климат. Видите, сразу начинает затягивать. Очень влажно, дожди идут в неделю уже. Поэтому, естественно, салон из-за избытка тяги начинает затягивать. Активируем кондиционер. Потому что здесь у нас разгон какой? Ну, разгон, конечно же, бытовой. Все включено. Ну, и я уберу режим Спорт. Ну, почему? Потому что в Спорте я разгонял по Рейс Лоджику. Ну, а здесь посмотрим, как раз, как будет машина разгоняться, если уходить до этих максимум тяги. Ну, в быту, да. Это вы каждый раз будете жать Спорт. Тем более, в целом, это, кроме настроек трекшн, это еще и более острая педаль газа, значит, больше расход. Вот, и так, все в авто, первая передача, все включено, кондей включен, раскручиваем до, ну, 3000, поехали. Ну, да, цепь поймали и так. Ударно включаю передачу, неважно пробуксовка, скользко. Третья передача, нам идут в лоб на обгон, ну, конечно, почему бы и нет, да, почему бы и не погнать в лоб, и мы удачно разгоняемся до интересующих нас значений. Что получается? В углу у вас разгон бытовой, умышленно, да, не стал я там выкручивать мотор, да, чтобы показать, как обычный, трогается, да, вот так вот и получается. Это все-таки механика, у механики свои особенности, да, и для максимального разгона я продемонстрировал, нужно выдавливать максимум в режиме Спорт. Интересный наш Лоджик. Тут мы видим 12 секунд примерно, это отличает от паспорта, причина колеса, конечно, 17-дюймовые, на самом деле 12 секунд, ну, это немного, это, скажем так, немного, именно не быстро, да, немного, 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 не быстро, да. Действительно, ну, я считаю, что X-Ray способен на лучший результат, напомню, если мы возьмем машину LSGA, да, то там 9,3 до сотни, тоже на 17-х колесах, в общем, просится явно мотор мощнее, да, реально он просится мощнее, ну, что нам дали, то дали. Напомню, что вариаторная версия намного медленнее, если вам интересно, давайте я возьму, единственное, что я про нее не снял, это действительно разгон. Разбор до сотни я не снимал, у вариаторной версии, возможно, он вам будет, да, интересен. Напишите, пожалуйста, друзья, ну, а я пойду на разворот и... Прощаюсь с вами, да, потому что еще предстоит рассказ про Яндекс Авто, зайду, войду, все покажу. Смотрите, изучайте, потому что эта вся история пойдет на все лады, посмотрим, может, по моему обзору, позволит сделать полочку лучше. Я, по крайней мере, надеюсь, да, ну, чувство собственной важности, хоть его или леет, с одной стороны, а с другой стороны, оно, конечно, вредное. До встречи, друзья, пока это было Lada X-Ray Cross, провели динамику разгона, убедились, что 12 секунд, это, конечно, не быстро, что с этим делать, ну, обращаться в тюнинг-контора, либо, говорить, писать письма на Автоваз, говорить, мы очень хотим 145 сил, и считаем, что 10 секунд до 100 минут достойный результат для разгона автомобиля с механикой, тем более, такой, драйв, кайф, все такое. Ну, а настройка электроники, здесь, хороша, спот-режим, прям, вот, то, что нужно. До встречи, пока.